Немецкий Берлин считается не таким состоятельным, как Мюнхен, Гамбург и Франкфурт. Поэтому он рассматривает стартапы как ключевой элемент своего финансового будущего. Неудивительно, что после референдума о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году город начал кампанию по переманиванию стартапов из Лондона. Однако два года спустя ожидаемого наплыва не произошло. Поляк Константин Сливовский – один из тех, кто переехал. Его кампания по поиску специалистов в IT-сфере сначала базировалась в Лондоне. Говорит, что решение было личным. «В моей кампании работает много сотрудников разных национальностей – румыны, венгры, поляки, португальцы. А посыл референдума был немного таков. Здесь вам не особо рады». Впрочем, хотя массового ухода стартапов из Лондона не случилось, Сливовский считает, что ситуация всё равно изменилась. Теперь предприниматели меньше стремятся открывать новые стартапы в британской столице. «После голосования о Брексите мы увидели, что люди оказались уже не так заинтересованы в Лондоне. Они стали больше интересоваться Берлином, Амстердамом, Парижем и Барселоной». Немец Оливер Ойст решил перенести офис своей технологической компании тоже из личных соображений. «Несколько лет назад можно было ощутить, что атмосфера меняется. То есть там стали больше обвинять европейцев в проблемах, которые не имеют отношения к Европе». Пока нет точной статистики, сколько компаний переехало из Лондона в Берлин. Однако, согласно наблюдениям, случаи единичные. Так, эта компания по созданию 3D-моделей ландшафта переехала, поскольку в Берлине у неё было больше специалистов. «Не думаю, что внешние факторы определяют, где будет работать наш бизнес. И я не уверен, что самый большой фактор – это то, является ли страна членом ЕС». Эксперты отмечают, что стартапы более мобильные, поэтому пока заняли выжидательную позицию. Они намерены посмотреть, каковы будут последствия Брексита. И, возможно, наплыв, на который надеется Берлин, всё же произойдёт.